Волгоградской области пришли аномальные холода. Готовы к столь суровому испытанию жилищно-коммунальное хозяйство и энергосистема региона? Этот вопрос мы задали заместителю регионального министра ЖКХ и ТЭК Александру Заборскому. Александр Валерьевич, в эти аномальные морозные дни все экстренные муниципальные службы региона перешли на особый режим работы. Что это означает? Каких ЧП надо быть готовым и как Вы оцениваете эту готовность? Уже половина пути отопительного сезона прошло. Практика показывает, что в декабре у нас немножко теплая, а вот именно такие холода, аномальными я их назвать не могу. Зима, она есть зима, это январь месяц, поэтому холод он и будет у нас, морозы они должны быть, потому что по жизни в Волгоградской области, Казахстан, Калмыкия, Астрахань, они подвержены континентальному климату, поэтому зима, она приходит к нам с морозами. К морозам мы готовы, могу сказать. Последние штабы, которые проводились, действительно даны усиления по работе коммунальных служб, операторы на котельных в режимы вводят. Могу еще один такой пример привести. Чем ниже температура наружного воздуха, тем стабильно работает коммунальная служба. То есть выходим на режим, работаем, не надо режим менять, то есть котлы, трубы работают в одном режиме, сталь не играет, расширения нет. То есть чем меньше меняем режим, тем стабильно работает коммунальное хозяйство. Но понятное дело, что панацеи в этом нет. Металл, он имеет свойство со временем изнашиваться. Да, появляются у нас кое-какие моменты, которые могут привести к нештатным ситуациям, так называемым. К аварийным, я надеюсь, мы их не допустим, а вот к нештатным отключениям оно может быть. Подобные холода, серьезная проверка на прочность коммунальных сетей, особенно если они изношены. Во всех ли муниципалитетах сегодня есть все необходимое, специалисты, техника, чтобы в максимально короткие сроки устранять в нештатной ситуации либо аварии? Да, такие материалы, средства все они есть. Когда готовили коммунальное хозяйство к отопительному сезону, одно из направлений, это была заготовка материальных ресурсов, которые позволят в случае возникновения таких нештатных ситуаций выходить с честью и достоинством. Могу сказать, по информации, которую мы получали от органов местоправления, да и выборочные проверки, которые проводило наше министерство, показывают, что все материалы, а это трубы, задвижки и так далее, все это дело в наличии есть. Поэтому могу с чувством полной ответственности сказать, что сегодня работает 354 котельные, которые на территории области, все работают в штатном режиме, 295 центральных тепловых пунктов, 2000 с лишним километров сетей загружены, работают, никаких отключений на сегодняшний день нет. Хотя, еще раз говорю, такие отключения были. Были в Рашиловском районе, были в Центральном районе, но практика показывает, что служба уже, имея опыт, люди достаточно опытные, достаточно быстро реагируют, находят течь, устраняют эти аварийные нештатные ситуации. Поэтому не думаю, что, как сказать, зима застанет нас врасплох. А как обстоят дела в регионе с запасами топлива, особенно резервного, в селе предприятия региона, обеспеченных в достаточном количестве? Запасы заготовлены, в частности, и Лукоилград Теплоэнерго заготовили такое топливо, на ТЭЦ они имеются, то есть они готовы в случае понижения давления по газу, то есть подключиться и работать на жидком топливе в виде мазута, нефти, ну и так далее. Есть кое-какие предприятия у нас еще не заготовили, есть такие, с которыми работаем, есть у нас комиссия, буквально на днях мы разбирали такие предприятия, но обещается, что в ближайшее время завезут и будет все у нас в порядке. Ну, по крайней мере, подачи газа на сегодняшний момент никаких у нас предпосылок нет, что будет понижение, ограничение и так далее. Проплата по газу идет, долги стараемся, которые есть все-таки, график подписанный, какие подписали графики органы местного управления предприятия выдерживать, поэтому, думаю, все-таки нам позволит это пройти нормально, пики максимума минусовые. Что касается энергосистемы региона, есть ли здесь слабые места, которые как раз могут проявиться в холодное время года, либо во время перепадов температур? Вот на сегодняшний момент, я бы не сказал, что энергосистема у нас слабое звено, а вот именно в тот момент, когда перепад температур идет 0, минус 2, плюс 1, плюс 2, то есть вот эти, как скажем, приграничные температуры, в этот момент у нас есть такие предпосылки, когда происходит обмерзание линии электропередач, либо обмерзание, либо налипание снега, когда идет мокрый снег, налипание сантиметров 5 на проводе, и он просто не выдерживает своего веса и начинает рваться. У нас самое больное место, это Паласовский район, там действительно уже практика показывает, не единожды у нас рвались и провода, и ложились мачты, опоры. Буквально перед Новым годом была такая же ситуация, ледяной дождь, когда облипали провода, и выходила из строя линия электропередач, и Паласовский район, 24 населенных пункта остались без электричества, Дубовский район, 5 населенных пунктов, Среднеохтубинский район, впоследствии потом и город Волгоград у нас попал под эти отключения, Гумрак и так далее, и так далее. Но могу сразу сказать, что коммунальные объекты в этот момент работали, потому что практика уже показывает это, мы уже знаем наши больные места. Передвижные электростанции на каждой котельной в Паласовском районе, Старополтавском районе, в Быковском, они имеются в полном объеме. Поэтому котельные работали, подавали тепло, энергосистема, в случае выхода из строя коммунальные службы остаются в работе, и в принципе подают теплоноситель в сеть. Александр Валерьевич, спасибо вам огромное за эту встречу. Редактор субтитров А.Семкин